На сегодняшний день в Ак-Тубе открыто 4 пляжа. Это Саяхат на Актюбинском водохранилище, Саздэ на Саздинском и два пляжа база отдыха Гринленд Жагажай-1 на реке Илек. Это те места, где купаться безопасно для здоровья. А вот запрещенные для купания места из года в год остаются неизменными. Мост на поселок Красовхоз, завод силикатный, там запрещено купаться. Сразу буду называть вот эти места, запрещенные для купания, и говорить, почему и чем они опасны. Значит, что касается этого места, там мост, в свое время была плотина, был мост, он размывается. Значит, там на дне очень много находится различных камней, арматуры и очень сильное течение. Также, если где-то мелко, отмель, попадаются, встречаются глубокие ямы. То есть человек идет мелко-мелко, раз и провалился в глубокую ямку. Ямы там достигают порядка 5-6 метров глубиной. Следующее место, запрещенное для купания, это так называемая у нас в народе бурляшка, недалеко от жилгородского пляжа. Здесь та же ситуация. Здесь в свое время была плотина жилгородская, и также она размыта, также она со временем исчезла, эта плотина. Но вот эти вот камни, вот эта арматура и также сильное течение, оно все сохранилось и сохраняется. Также там есть вот эти вот глубокие ямы. Здесь ямы порой достигают и 7-8 метров глубиной. Если купаясь, человек внезапно провалился в яму, объема воздуха, который он успеет набрать в легкие, будет достаточно лишь для 3-метровой глубины. В этом случае человек успеет коснуться дна и оттолкнуться обратно за новой порцией воздуха. Поэтому по нормам ДЧС, если глубина водоема больше 3 метров, отдыхающему грозит опасность утонуть. На старом и на новом земснаряде у нас есть ямы, которые достигают глубиной от 12 до 16 до 18 метров. Вот эти места. Здесь течения нет, камней нет, какого-то мусора такого, арматуры в основном нет. Но здесь вот эти очень глубокие ямы. Следующее место. Мост на поселок Заречный, на поселок Желянку. Здесь очень сильное течение. Здесь также есть омуты-водовороты. И есть вот эта вот арматура, вот этот вот, значит, строительные вот эти вот материалы. То есть они здесь присутствуют. И также ямы глубиной. Ну, здесь глубина у нас где-то составляет порядка 4-5 метров. Вот эти вот места, вот этими вот характеристиками, они опасны для купания. Что касается Актюбинского водохранилища, здесь разрешено купаться только на пляже. Потому что во всех остальных местах на дне Актюбинского водохранилища у нас очень много и лодки есть затонувшей, и арматура, и еще что-то. Ну, и также очень большая глубина. Здесь глубина у нас в некоторых местах достигает 30, даже есть яма, которая достигает 36 метров. При выборе места отдыха у воды отдавайте предпочтение организованным платным пляжам. А также следите за тем, куда отправляются отдыхать ваши дети. Только за прошлый год число утонувших на этот период составило 14 человек, из них двое дети. Спасено 11, из них трое детей. В этом году на сегодняшний день число утонувших составляет 16 человек, среди них детей нет. И 37 человек было спасено. Будьте аккуратны, и давайте еще раз обратим внимание на список мест, запрещенных для купания. Район силикатного завода, мост на поселок Росовхоз. Так называемая бурляшка, левее пляжа Желгородской. Старый зимснаряд за бывшим скотным рынком. Новый зимснаряд, район противотуберкулезного диспансера. Район моста в поселок Заречный, поселок Желянка. Октюбинское водохранилище. Исключение – платные пляжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова